Проспект Ленина одна из центральных улиц Самары. В этом году во время дорожно-строительного сезона маршрут обновили на участке от улицы Полевой до Новосадовой. Ремонт выполняли большими картами. Здесь впервые появились искусственные неровности вблизи остановок и пешеходных переходов, соответствующие дорожные знаки. Сделали это, чтобы обеспечить безопасность, ведь улица оживлена не только автомобильным потоком, но и общественным транспортом. Данный участок автомобиль дороги был отремонтирован в июне-июле месяце. На данном участке было заменено асфальтобетонное покрытие, верхний слой. Работы выполнены из асфальтобетонной смеси ШМА-16 на полимерно-битумном верующем. Также были заменены все люки и крышки ливневой канализации на антивандальные. Причем крыши люков колодцев не только защищены от краж благодаря запорному механизму, они еще и антишумовые. Такое оснащение с этого года на всех участках, отремонтированных по нацпроекту. В процессе ремонта инженерных коммуникаций при необходимости производилась и замена дорожных плит. Работы были выполнены на улицах Коммунистической, Пензенской, Мичурина и других. Плиты способствуют распределению нагрузки на люки смотровых колодцев, уменьшая вероятность их просадки. Всего в этом году в городе на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» обновили 42 участка протяженностью более 42 километров. Ремонтировали проезжие части во всех районах, например, маршруты, которые ведут преобразившимся ранее сквером, таким как на улице Авроры. Обновляли трассы и на окраинах города, а также мостовые переходы. Мост Южный, путепровод Аврора, Старый мост через реку Самара по улице Главной. Отметим, глава Самары Елена Лапушкина поручила в первоочередном порядке включить объекты значимой дорожной инфраструктуры в перечень для обновления. После ремонта была организована приемка объектов. В том числе, качество оценивалось в лабораторных условиях. Основной целью нашей работы было сделать вовремя, в сроке установленной контрактом, то есть до 1 сентября 2023 года, чтобы, когда наши жители вернулись в город, после отпусков летних, соответственно, все дороги были отремонтированы и не было напряжения. На мой взгляд, мы справились хорошо. Контракт был окончен в сроке. Все объекты были сделаны качественно и сданы заказчику. Важными факторами успешной реализации нацпроекта выступают целевые показатели, которых должны достичь в результате ремонта. Это, например, процент использования отечественного оборудования, применение новых материалов и новейших технологий во время обновления дорог. По доле протяженности дорожной сети в городском округе в Самаре, находящейся в нормативном состоянии, декомпозированный показатель был на нас по плану доведен 79,68%. По реестру наилучших и новых технологий мы также 100% достигли показателей. И по декомпозированному показателю новых материалов, зарегистрированных в реестре как новые, наилучшие материалы, тоже 100% мы достигли. В части новых материалов мы использовали такие смеси, как ЩМА-16 на ПБВ-60, также А-16ВН и А-32НН для нижних слоев асфальта бетона. В составе всех новых смесей узкофракционный кубовидный щебень. В результате новое покрытие отличается более крепким скелетом. У влаги меньше шансов проникнуть в поры, и это минимизирует вероятность разрушения полотна. Работы не остались незамеченными и общественностью. Такой контроль – неизменная составляющая все последние годы. По таким же принципам продолжит работать и в 2024-м. Профильный департамент уже наметил планы на будущий год. Проезжую часть намерен ремонтировать и большими картами, и комплексно. В частности, улицу Елизарова от проспекта Металлургов до улицы Победы. Чернореченскую между улицами Владимирская и Спортивная. Улицу Куйбышева от улицы Венцека до улицы Вилоновской. Проект-план сверстан и направлен ресурсоснабжающим организациям, чтобы заранее продумать вопросы синхронизации работ по ремонту и перекладке инженерных сетей. Такой подход реализуется в Самаре на протяжении пяти лет. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Петр Паломеев. События.